А в Ивано-Франковске территорию вокруг городского озера замусоривают другим способом. Вместо зоны отдыха здесь активно возводят элитный квартал. Многоэтажки и гостиницы растут как грибы после дождя. Активисты заявляют, стройка незаконна. Почему работы продолжаются, выясняли мои коллеги. Озеро в центре Ивано-Франковска, одно из любимых мест отдыха горожан. Кто-то выгуливает домашних питомцев, кто-то устраивает пикник. А вот активист Андриан Волгин приходит сюда на утреннюю пробежку. Рассказывает, последние несколько лет территорию вокруг начали активно застраивать. Сейчас у озера на месте теннисных кортов и газонов начали расти многоэтажки. Вот как были тут теннисные корты, а вот эта строителька, которая продолжает много лет, неизвестно, когда будет сделано. Тут должен быть вообще доступный отпечаток, а не жилье для отдельных. Коррупционные схемы работают, на жаль. Люди, которые имеют определенные деньги и возможности, захопают центровые места в Франкевске. Вот это здание под названием Парус, в десятках метров от воды. Строится уже несколько лет, рассказывают активисты. По плану это элитная многоэтажка. Закон запрещает строить жилые дома в рекреационной зоне, поэтому застройщики маскируют их под гостиницы. Территорию 35 соток еще пять лет назад горсовет предоставил в аренду под обустройство паркинга. Недавно выяснилось, целевое назначение земли изменили. Здесь будет отель. Данную земельную площадку арендует мама нашего народного избранника, пана Соловья. Мы же тогда его так активистами, житоманом назвали королем нашего озера. Прописано про то, что там идет реконструкция готеля, который находится немного ниже. Все знают, что тут никакой строительства не было. Тут были турники, брусья, которые наш народный избранник просто разрезал. И просто ждал момента, когда он будет производить много поверхностей. Возле участка, на котором семья депутата начинает строить, уже есть отель. Он также принадлежит Юрию Соловью. Мы пытались связаться с народным избранником, чтобы он объяснил, каким образом и на каком основании было изменено целевое назначение земель, где должен был быть паркинг. Депутат на звонки не ответил. Активисты говорят, доказать, что строительство здесь проводится незаконно, почти невозможно. Ведь у семьи Нардепа на руках все необходимые документы. Вопрос в другом. Насколько законно они получены? Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновья Автоназ. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковск.